Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Добрый день. Невероятно счастлива вас видеть. Спасибо большое. Спасибо. Сразу должна сказать, что наша встреча не случайна. Наша встреча происходит буквально в канун очень серьёзной и красивой московской премьеры. Да что там, это вообще какая-то историческая история складывается, потому что Долгопилский театр приезжает впервые за последние 10 лет. Совершенно верно. Когда-то эта традиция была, и это были обменные гастроли, но она угасла по каким-то причинам. На целых 10 лет. На 10 лет ничего. Я думаю, что москвичи и вообще россияне вряд ли знают, что есть такой театр в городе Долгопилск. А где-то узнали, может быть, подзабыли немножко уже за 10 лет. Наверняка. Наверняка, да. И вот благодаря вам сейчас москвичи и жители столицы, конечно, во-первых, узнают об этом замечательном театре, а во-вторых, побывают на постановке «Голый король». Спектакль по мотивам сказок для взрослых Евгения Шварца и Вильгельма Гауфа. Ну, вкратце попрошу здесь тоже подробности, Олег, от вас, наверное, потому что, ну, допустим, кто-то, может быть, подзабыл тоже сюжет этих сказок и не знает этих пьес. Ну да, тем более, что сказку о голом короле обычно читают в детстве. Да, я напомню, что король решил показать себя с лучшей стороны и заказал у эксклюзивных портных себе наряд к празднику. Вот. А портные оказались хитрецами, и они предложили ему платье, которое может видеть только умный человек. А дурак, стало быть, нет. Соответственно, никто этого платья не видел в глаза, и сам король тоже нет. Но признаться в том, что ты дурак, никому же не хочется. Поэтому все считали, что у короля шикарный наряд. Все расхваливали это. И король сам также думал, что он шикарно одет. И только мальчик из толпы, как сейчас бы сказали, не зомбированный, он сказал то, что видел. А король голый. И после этого люди решили, что, наверное, стоит посмотреть в глаза правде. И, наверное, можно признать правду, даже если она страшна, неприятна или если она стыдна. Но вот такая сказка с такой моралью обычно еще детям начитывается. И вот, может, кто-то из детства это помнит. Однако театральная постановка, она сделана по более серьезному произведению, потому что несколько сказок Андерсона обработал и собрал в единую пьесу легендарный русский, российский драматург Евгений Шварц. И вот этого произведения, наверняка, многие даже и не читали, и о нем не слышали. Потому что, хотя, насколько я знаю, это многократно в России ставилось, эта пьеса в разных театрах. И Шварц написал ее тогда, когда говорить плохо о власти было не то, что не принято. Опасно. А было опасно для жизни. И поэтому на долгие годы тоже эта пьеса легла, что называется, на полки. Не печаталась, естественно, не ставилась. И только в времена оттепели уже появилась такая возможность. И сейчас по-прежнему эта пьеса сохраняет этот острый политический характер, я бы сказал. То есть она актуальна по-прежнему? Она актуальна по-прежнему. И я готов заявить, что она актуальна по-прежнему во всех уголках мира. Хотя часто принято считать, что написана она Шварцем была именно в связи с российскими, ну тогда советскими реалиями. Но я думаю, что как бы там ни был, я этого времени не знаю и не помню, только из литературы исторической. А то, что сейчас, это совершенно точно, если бы она вот сейчас была написана, она бы точно коснулась абсолютно всех, даже Африки. Ну а здесь получается, что спектакль по мотивам не только Евгения Шварца, но и Вильгельма Гауфа. Вот Вильгельм Гауф как здесь появился. Как появился Гауф? Гауф. Гауф появился случайно, совершенно точно скажу. Хорошая история. Это такая, ну, позвольте, я уж скажу, такая режиссерская находка, что ли, это я сам про себя. Вы не сказали, что я режиссер этого спектакля еще. Я еще кое-что не сказала, но сейчас расскажу, да. Вот, так, значит, что касается этой находки, то это действительно было такой случайностью, перечитывая сказки Андерсона, сейчас у нас есть замечательная возможность все в интернете искать, и ты сразу получаешь, ища что-то, ты получаешь кучу разных ссылок, похожих на или каким-то образом ассоциирующихся. И вот тут интернет мне помог, потому что вышла ссылка на еще сказку Гауфа. Почему, я не очень понял. Если честно, сказки Гауфа мне в детстве никто не читал. Я думал, вы не единственный такой человек на планете Земля. Да, я решил восполнить этот пробел своего воспитания, и в эту сказку заглянул, которая была предложена как раз интернетом. Ну, видите, это все-таки какая-то мировая сеть тут действует. И как же я был удивлен, что это тоже случайность, но не случайность, потому что сказка Гауфа, именно сказка, которая называется «Обезьяны в облике человека», это сказка как раз тоже о том, как люди принимают за человека ряженую обезьяну. Это очень схоже с тем, как голого короля считают одетым. Мне показалось правильным эти сказки объединить в один спектакль. И таким образом получается, что если вдруг даже кто-то сейчас прочитает пьесу Евгения Шварца, они обнаружат, что в вашем спектакле финал другой. И финал другой, и немного сюжетная линия другая. Тоже другая. Потому что у Шварца сюжетная линия строилась, хоть там и очень много о политике, действительно, но линия строилась вокруг любовной интриги. Может кто-то помнит, свинопас, принцессы, вот эти сказочные персонажи. Но у нас эта линия не слишком важна. Мы все-таки идем по линии высмеивания власти. Может быть, не совсем правильное слово. Мы пытаемся про эту власть поговорить. Ну, как вы уже сказали при этом, что про власть вообще любых абсолютно стран, городов, регионов, районов и так далее. Речь не о странах, а именно о власти. Да, конечно. Олег, кстати, как вы считаете, нужно ли зрителю готовиться к походам в театр, прочитывая накануне пьесу, по которой идет постановка? Я думаю, что когда мы говорим о театре, то такие слова, как «нужно», «обязан», они не годятся для этого. Потому что в театр нужно приходить ради удовольствия. Что еще завернуто в это удовольствие, другой вопрос. Но мне кажется, что если есть только такое желание прочитать и потом, скажем, сравнить, о чем говорилось в оригинальном произведении, о чем сказано было в театре, это, конечно. Но только тогда, если есть в этом потребность, если человек испытывает от этого удовольствие. Олег, вы являетесь режиссером спектакля «Голый король», исполнителем главной роли спектакля «Голый король». Я, как главный редактор и ведущая программы «Лучшее в стране», вас прекрасно понимаю, конечно, почему вы оказались на сцене, но, может быть, зрители и слушатели здесь каким-то вопросом озадачатся. Ну, с чем связано ваше решение все-таки выступить в России как раз-таки в главной роли? Подождите, а какая ваша версия? Если вы сказали, что вы меня прекрасно понимаете, почему бы? Мне прям даже интересно. Ну, слушайте, я главный редактор, и как я могу оставаться в тени? Я понимаю, что у меня главная программа, я настаиваю на этом, да, с самым громким, красивым названием. Так, понял, хорошо. То есть, вы знаете, я должен тогда сказать по аналогии, что я считаю, что я лучший актер своего театра, естественно, а может быть, и всей Латвии, и поэтому, естественно, кто бы еще мог играть. И заметьте, это не я сказала, да. Вы заставили меня сказать так и подумать. Но нет, это все-таки не так. Я очень долго сомневался, и по сей день, конечно, не уверен, что мое актерское дарование настолько блистательно, что я должен был бы и мог бы ставить себя во все главные роли в театре. Это, на самом деле, первая и единственная пока моя роль. Это я в свое оправдание. И здесь тоже, скорее, это была случайность, потому что спектакль, который мы привозим, «Голый король», он исключительно музыкальный. Он и танцевальный, и он яркий. Это феерия на сцене. И поэтому огромную роль в постановке играла наша хореограф Ирина Савельева. Фактически половина работы, связанная с пластикой, все, что в этом спектакле есть, это работа хореографа, а не только режиссера. И вот именно хореограф сказала, что она видит во мне короля категорически, возможно, по тем причинам, о которых вы сказали, и о себе. Но это была ее идея, и она настаивала на том, чтобы я обязательно был этим королем, потому что она иначе по-другому не сможет сделать то, что она хочет. Вот так. Замечательно. То есть вы здесь ни при чем, можно так сказать. Абсолютно точно, да. У меня вот такой вопрос. Как вам кажется, Олег, труппе театра комфортно играть на сцене, с художественным руководителем, директором и режиссером этого спектакля? Или это дополнительный некий стресс? Я думаю, что это у нас обоюдный стресс. И у меня, и у них. Я думаю, что у меня даже больше, и тут я за себя точно могу говорить, потому что вот именно я-то худрук, и тут, пожалуйста, играющий тренер, покажи, что ты еще и играешь. Забей гол, а потом учи. Да, поэтому я испытываю этот стресс, но поскольку мы спектакль играем уже пару сезонов у нас на нашей сцене, то я как-то к этому привык, и меня еще и успокоили многочисленные рецензии критиков, профессионалов, которые нашли, что я вполне достойно делаю это. Ну, в общем, убедили. Убедили, Олег, это... Я думаю, что, друзья, очевидно абсолютно, что 12 октября нам с вами обязательно нужно оказаться в театре имени Пушкина, потому что именно 12 октября состоится как раз московская премьера спектакля «Голый король». Мы обязательно продолжим общаться с нашим гостем. Через коротенькую паузу оставайтесь с нами. Друзья, программа продолжается. У нас сегодня в гостях гость из Латвии, директор и художественный руководитель Долговпилского театра Олег Шапошников, режиссер спектакля «Голый король», московская премьера которого состоится 12 октября в театре имени Пушкина. Мы говорим о предстоящей московской премьере, и сейчас, кстати, предлагаем вам посмотреть фрагменты этого спектакля, коротенькие, некий такой трейлер минутный, попросим запустить режиссеров, ну и посмотрим эти картинки. А, скорее всего, это как раз нас ожидает как раз фрагмента, да? Олег, я вас попрошу, Павер, комментировать нам, может быть, как-то? Ну что ж, вот здесь как раз то, что я рассказывал чуть раньше, и это хорошо видно, что спектакль насыщен и цирковыми трюками, и акробатикой, и танцами, и музыкой, которую мы, конечно, не слышим здесь, потому что это разные фрагменты, но вот здесь практически на сцене вся наша труппа нашего театра, и вот он, «Голый король». И вот обнаженный король. Да, и очень много эффектов, в том числе и современные технологии там использованы различные, поэтому вот эти как раз фрагменты точно отражают этот финал спектакля, вот он, вот он идет, этот король. А, и он выйдет прямо на аванс-сцену, и мы все увидим? Да, придется выйти, иначе как же закричать, что король... Говорят, когда я говорю, кстати, он, я имею в виду вас, конечно, Олег, потому что вы будете исполнять эту самую роль. Это, собственно, да. Вы будете совсем голый? Ну, король же был совсем голый, но как ему по-другому выходить? Среди с чем, друзья, конечно, должна напомнить тогда и сообщить вам, что есть возрастное ограничение 16 плюс у спектакля. Да. Вот, так что все-таки с маленькими детишками лучше не ходить. Нет, нет, лучше не надо, это не та детская сказка, еще раз хочу подчеркнуть, да, которую нам в детстве читали. Это все-таки чуть-чуть посерьезнее и пожестче. Про спектакль. Два года он уже существует, да, вы уже сказали. В 2017 году вы успешно выступили в Санкт-Петербурге, и огромное количество положительных отзывов критики, прям, я даже сказала, восторженных, и там действительно только и только сплошные плюсы. При этом премьера в Латте, Евдога Алпилса, прошло как-то так насторожно, да, то есть много было каких-то критических таких отзывов, пытались как-то с политикой вас связать. Как вам кажется, почему? Почему вот в Санкт-Петербурге все прошло удачно, и я уверена, что в Москве тоже все будет... Ну, вот мы и посмотрим. Видите, все зависит от реакции человека, который смотрит. Иногда человек, который смотрит спектакль и видит в нем себя по каким-то причинам, может решить, что вот так высокомерно, ага, так значит, про меня-то его и поставили. Это, конечно же. Вот мне кажется, что... Да, конечно же, да. Я когда вот комментирую это, я еще всегда добавляю, и несомненно, именно про вас. Евгений Шварц и писал. И даже Андерсон, да, начиная когда-то, он думал именно о вас. Вот, так получилось, что некоторые персонажи из реальной жизни, облеченные властью, они действительно решили, что вот почему-то театр решил именно это про них рассказать. Но это городские власти, вот очевидно, да, вот масштаб мышления был примерно такой. Знаешь, спектакль про меня. Ну, может быть, это совпало еще и потому с тем, что... На тот момент происходило, да? В тот момент все готовились к выборам муниципальным. И вот это было очень остро. Да, как же так? Хорошо, что мы в Москву приезжаем уже после выборов. Да, это, кстати, да. Вот. И это такое недоразумение, мне кажется, в большей степени такого интеллектуального, эмоционального характера, вот, потому что в самом спектакле, как я уже сказал, это универсальные какие-то, универсальная критика, универсальные приемы власти, которые мы можем видеть в любой новостной передаче. Да, это попытка заставить людей поверить в то, во что нужно поверить, где это не происходит, в какой стране этого нету. В конце концов, я должен сказать еще и в оправдании власти, сейчас бросайте в меня, что хотите, но я скажу, что по-другому власть и не может существовать. Если власть будет слаба, если она не будет способна управлять массой людей, то эта власть все равно рухнет. Поэтому здесь вопрос-то не о том, вот какая власть хорошая, какая плохая, власть всегда, по большому счету, плохая. Вот я, на самом деле, если спрашивать меня о моем режиссерском видении, вообще о чем я говорю, это вот о том, что по-другому и быть не может. Ну и очень уже много людей говорят, сводятся во мнении, что каков народ, такова и власть, что заслуживает народ на тот момент именно такую власть, которую имеет. Совершенно верно. Ну вообще это такая для моей жизни очень важная, философская, истинная, экзистенциальная, что вообще мы, все люди, каждый из нас в отдельности, на каждый момент времени имеем именно то, чего заслуживаем и чего, собственно говоря, и хотим. Очень радует, что Долгопилский театр заслужил вас, потому что вы же появились не зря там, Олег, 7 лет назад. Возглавили, стали художественным руководителем, и огромное количество дел переделано. Вы, конечно, невероятный, великий в этом смысле человек, да, даже по интервью у тех времен, и, в общем-то, и сами журналисты пишут о том, что да, нужно было, да, нужно было свежее дыхание, новый взгляд и так далее, в общем, нужны были, безусловно, эти изменения. И с вашим приходом они, эти изменения произошли. Уже есть успехи, у вас какое-то невероятное количество театральных премий, наград, чуть ли не рекордное количество этих наград. Премьера за премьерой, так мало того, что в репертуаре вашего театра еще, помимо спектаклей драматических, есть и оперы, и опереты, и мюзиклы. Вы вообще замахнулись на все, на балет, на... В том числе и на Шекспира. И на Шекспира, да же. И решили даже в оперных театрах, можно сказать, отобрать хлеб. Вы довольны проделанной работой за 7 лет? Очень доволен проделанной работой, и доволен еще и тем, что наше движение и развитие не останавливается. Это очень приятно, что еще есть куда идти. Это означает, что еще не все сделано, и этим я тоже доволен. Хотя хочется все время, чтобы было уж наконец сделано все, и навсегда и покончено. И что, сидеть просто на лаврах починать? Нет, нет, вот именно поэтому я и говорю, что я доволен тем, что еще многое не удалось сделать. И, вы знаете, тут, наверное, срабатывает, если вы позволите, я чуть-чуть о себе... Конечно, нужно даже. Да, срабатывает еще мое пристрастие к медицине. Я изначально... Ох, эта тема какая, да, интересная. Изначально я мечтал с детства, с раннего возраста, стать врачом. И я стал им. Три высших образования, я уж тогда, Олег, если позволите, тоже расскажу, раз вы сами затронули эту тему. И среди которых Восточно-Европейский институт психоанализа в Санкт-Петербурге и Академия есть медицинская. Ну и, разумеется, театральная режиссура. Так вот, изначально все-таки врач. Да. Изначально врач. И я думаю, что вот это... Я неспроста упоминаю о том, что это с детства. Это значит, что это влечение... Лечить, помогать, что-то делать, да, исцелять. Оно, видимо, оно такое вот не надуманное, а вот что-то такое внутреннее, что дано было от природы мне. И поэтому, вот теперь я понимаю, что мой приход в этот театр, который нуждался в лечении... В лечении, действительно, со всех сторон. Видимо, это-то меня и будоражило, теперь я понимаю. Тогда это было трудно осознать и так прямо анализировать, что именно происходит. Но сейчас я понимаю, что вот этот процесс исцеления, выздоровления и теперь уже такого развития мощного, что он доставляет мне лично огромное удовольствие, потому что я, оставив профессию врача в прошлом, все равно таким образом вот сублимирую это свое желание и продолжаю помогать. Я очень надеюсь, что не только, собственно, самому театру, но и тому городу, в котором он находится. И тому зрителю, который приходит в этот самый театр. Короткая пауза, оставайтесь с нами, наша невероятно интересная беседа продолжится скоро. Лучшее в стране Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, на ваших экранах сейчас в программе «Лучшее в стране» фрагменты спектакля «Голый король». Московская премьера, которого состоится 12 октября в театре имени Пушкина. Это спектакль Долговпилского театра. У нас сегодня в гостях Олег Шапошников, директор, художественный руководитель театра, режиссер спектакля «Голый король» и исполнитель главной роли этого самого спектакля. Мы стали с вами говорить, Олег, о вашем первоначальном образовании, врач-психоаналитик. Мне очень любопытно, я думаю, многим тоже будет интересно узнать, а как же вы все-таки пришли в театр? Ну вот тут, наверное, это то же самое. Я иногда это сравнение использую, конечно, чуть-чуть улыбаясь внутренне. Как-то пришел вот в искусство также Антон Павлович Чехов, например. Что-то, наверное, у врачей есть такое, что тянет их, помимо врачевания вот такого традиционного, искать пути, как к человеку подойти и заняться тем, что очень важно в медицине, профилактикой, а не лечением. То есть, а искусство, оно ведь помогает не только, не столько даже исцеляться, сколько осознавать, что происходит, как происходит, почему происходит это. И есть та самая душевная профилактика, которая в итоге помогает и телу оставаться здоровым. Вот так, мне кажется. Ну это на самом деле очень, мне кажется, большая удача для труппы, что их режиссер имеет такое образование. Или это все-таки, скорее наоборот, доставляет некоторый дискомфорт? Я не думаю, что... Опасение всегда, что тебя человек видит насквозь, руководитель. Да, но я думаю, что это все равно все происходит так или иначе во всех театральных коллективах. Руководители театральных коллективов, как правило, люди натренированные, даже если они не имеют специального образования. И актеры сами тоже, как правило, люди очень с тонкой интуицией. И, в общем-то, все, что происходит обычно в театрах, поэтому это часто становится поводом для разных интриг и рассказов, и баек. Это все-таки место, где сконцентрированы люди с очень тонкой психической организацией, наделенные разными талантами и разными способностями. Видеть насквозь в том числе, да, ощущать, даже если не видишь, анализировать. И поэтому, так или иначе, это у всех, я уверен. Вы ученик Романа Григорьевича Виктюка. Здесь был выбор случайный или все-таки ваше искреннее желание было обучаться именно этого мэтра? Это вот тут точно не было никакой случайности, кроме того, что когда-то случайно я посмотрел спектакль Виктюка, который был привезен в Ригу, это были 90-е годы, потому что скажу вам, что имея наравне с желанием быть врачом, имея эту тягу вот к чему-то, что связано с театром. Я в детстве очень много тоже делал чего, связанного с, ну, на этом детском уровне, связанного с театром, с выступлениями. Это было моим хобби, я обожал это делать, и везде, где можно, вовлекался во все эти процессы, и в школе, и так далее. Но походы в театр в то время, они меня как-то оставляли равнодушным. Мне казалось, что театр — очень скучное дело, хотя тяга вот к этому миру была огромной. До того момента, как я увидел спектакль Виктюка, это были, конечно же, всем известные служанки, и когда я увидел в Риге служанок, я понял, ой, так ведь театр-то может быть и другим. В этот момент для меня открылся театр. И, конечно, в этот момент у меня зародилась эта тяга познакомиться с мастером, приобщиться, понять, как и что делается. И тут судьба, этот подарок мне устроила, эти желания материализовались. Ну, очень интересно, вы в своих интервью говорите о том, что научиться невозможно, научить тоже невозможно. Я всего лишь у мастера подсмотрел отношения, подсмотрел, да, как можно воплощать те или иные идеи. Но, может быть, есть что-то такое, вот самое-самое, может быть, даже это просто одно слово, которое вы навсегда, не знаю, пропустили через себя, используете его словами. Да, да, это слово, которое беспрестанно повторяет Роман Григорьевич. Я думаю, что если посмотреть, почитать его интервью, нет такого, где бы это слово не звучало, это слово «любовь». Это его слово, и это его образ жизни. И вот любовь к тому, что ты делаешь, любовь к зрителю, любовь к актеру, любовь к театру, к пьесе, это то, что объединяет, потому что у Романа Григорьевича, конечно, есть еще подстилка под это слово, и он часто говорит еще «секс». И это, на самом деле, это имеет научное обоснование, потому что, если мы говорим о глубинной психологии, о теории Фрейда, который тоже когда-то увлекался Роман Виктюк, то мы должны понимать, что, о чем бы мы ни говорили, о любви или о сексе, у Зигмунда Фрейда есть обозначение вот этой объединяющей силы либидо, то есть это то, что влечет нас друг к другу, то, что крайне продуктивно. Дальше, как хотите, понимайте, да, секс ведет к продолжению рода, любовь к соединению, это объединяющая сила, в отличие от тонатоса, от влечения к смерти, которая разъединяет и разрушает. И вот мне кажется, что все спектакли Виктюка насыщены этим либидо, этой страстью, желанием объединять зал зрительный со сценой, внутри самого спектакля актеров. Это для меня самое главное, и каким-то образом мне удалось впитать в себя. Я, конечно, никаким образом не могу сравниться с мастером и делать так же, но я чувствую, что мне понятно, почему и как. Мы с вами не сказали, Олег, что спектакль на русском языке, мне кажется, это очень важно сказать зрителю, да, потому что понятно, что из Латвии, Долгопилский театр на русском языке, однако в самом же театре я знаю, что спектакли ставятся на трех языках. Это латышский, безусловно. И еще один. Латвийский и латгальский язык. Думаю, что об этом точно мало кто вообще знает, что это за язык и почему он существует. А дело все в том, что есть в Латвии вот та область, где находится Долгопилский театр, она называется Латгалы. Это та область, которая граничит как раз с Россией, с Белоруссией, с Литвой. И это очень мультикультурная и многонациональная историческая область, в которой говорят на диалекте. Коренные жители, живущие там из поклонников, они говорят на диалекте латышского языка, в которой по сей день идут споры, все-таки это язык или диалект латышского. Официально принято, что это диалект, но вообще-то все мы считаем, что это язык. Но он отличается от латышского, да? Он очень отличается от латышского, очень много созвучного, но при этом иная грамматика совершенно, иная даже письменность. То есть латиница, но все равно там другие правила написания слов и другое даже произношение этих слов. То есть музыка языка, она очень сильно отличается от музыки языка латышского. Поэтому, поскольку мы находимся в этом регионе, мы считаем необходимым участвовать в сохранении этого языка, потому что о нем говорят немного, но при этом почти все его понимают, но говорить нелегко действительно. А то у вас кто-то ставил спектакль на латгальском языке? Да-да, до моего прихода как раз эта традиция или тенденция, она началась, и теперь она в традицию превратилась. И это очень важно. Это такое, знаете, как вот есть охраняемые объекты ЮНЕСКО, так мне кажется, вот и латгальский язык, он требует такого отношения к себе. Ну, вы молодцы, я думаю, что это замечательное дело абсолютно. Что касается труппы, я знаю, что она интернациональная. Там абсолютно люди разных национальностей, из разных стран. Несколько давайте перечислим. Ну, вот неспроста я говорил об этой географии, и все наши ближайшие соседи, то есть литовцы, россияне, белорусы, они, так или иначе, в нашем театре. Поляки. Поляки, да. С Польши у нас нет прямой границы, но мы очень близко от Польши. И когда-то, кстати, польское влияние политическое было очень сильно в прошлых веках на этой территории. И польская община сильная в городе Даугавпилс. Поэтому вот вся эта мультикультурная такая кухня, что ли, если позволите, она создает вот этот особый колорит наших блюд, если вот так можно говорить кулинарным языком о том, что делает театр. И они, конечно, ни одно из них не является таким узконациональным. Да, и это касается, что говоря о персоналиях, то это и режиссеры, и исполнители у нас из этих разных стран. А в Москву, в театре имени Пушкина, со спектаклем «Голый король» вся ли труппа приехала, или кто-то остается на посту и продолжает радовать зрителя? Нет, у нас вот в этом случае такой возможности нету, потому что это густонаселенная пьеса, как говорится, и спектакль «Голый король». Мы практически всем составом приезжаем сюда. В этот момент на нашей площадке будут наши гости, кстати говоря, театры из Белоруссии. О, как интересно. Ну а в зале, я знаю точно, будет очень много известных людей, российских, селебрити и медийных персон, друзья. Так что, отправившись на этот спектакль, у вас будет не только возможность насладиться происходящим на сцене, посмотреть на спектакль «Голый король», но еще и в зале посмотреть, и глянуться, и, возможно, даже сфотографироваться с кем-то. У нас сейчас музыкальная пауза. Это такой, может быть, презент музыкальный для вас, Олег, Маркус Рива. Большой привет ему, земляк, наш частый гость и большой друг. Латвийский театр в Москве. Только один спектакль. Эпатажная постановка «Голый король». 12 октября. Театр имени Пушкина. Билеты. Кассир.ру. И, надо сказать, что все билеты, так что можно будет, и получить участие в наших конкурсах. Оферить телерадиоканал «Страна.ФМ» в программе «Лучшая в стране». Подробности ждите обязательно в самое ближайшее время. Появится и в эфире, и на нашем сайте, и, конечно же, на наших страничках в социальных сетях. У нас сегодня в гостях Олег Шапошников, директор, художественный руководитель Доуговпилского театра и режиссер спектакля «Голый король», исполнитель главной роли. 12 октября мы с вами встречаемся в театре имени Пушкина. Начало в 19.00, если я не ошибаюсь. Да, совершенно точно. Да, приходите пораньше, потому что нужно будет сфотографироваться, как-то настроиться, посмотреть на все это дело, в общем, чтобы правильно получать удовольствие. Олег, я хочу вам задать вопрос, который немножечко не касается театра. Я знаю, что вы хотите переименовать город Доуговпилс в Динобург. Вот расскажите, пожалуйста, с чем это желание связано, и, в общем-то, на каком этапе сейчас вот этот процесс находится? Да, вот. Предполагаю, что непросто вам, непросто, скорее всего. Ваш вопрос, конечно, мне льстит. Я хочу переименовать, это замечательно, да. Я чувствую себя Петром Первым, я сейчас прорублю окна, переименую и так далее. Кстати, а вы упомянули о пригласительных, они будут в эфире, они уже в эфире, только пока они вот. Да, давайте я подержу, как раз покажем, а вы нам расскажете про свою, хорошо, не свою. Нет, нет, идея-то действительно и моя, и не моя, но мне кажется, что я тот, взял на себя смелость, я тот человек, который решил это озвучить громко. И какое-то время назад я предложил городским властям, вышел с таким официальным предложением, и практически весь театр меня поддержал, то есть мы как бы, вот как театральная интеллигенция, мы предложили, давайте мы вернем нашему городу его историческое название. И, к сожалению, мы встретили очень много препятствий, ну, по разным причинам. Понятно, что переименование любого города, это... Конечно, это всегда разложилось все мнения, да, и процедура, это не из легких. И здесь есть противоречия, которые я тоже понимаю, потому что, с одной стороны, Динобург, ну, по-моему, это звучит круто. Да, это замечательно. И это название, это имя города, которое в силу своего звучания, мне кажется, помогло бы нам, нашему городу, проще интегрироваться, в том числе в Европе. Да, и в России, давайте, правда, смотреть в глаза, мы с вами знаем, что далеко не все справляются с произношением этого города, с произношением. Это не только в России. Поверьте мне, что иностранцам, англоговорящим, это вообще не под силу. Они не могут произнести. Американцы, англичане, они не могут выговорить это. А как примерно это звучит? Вы не слышали во мне? Они... Это я даже не могу передать. Они даже не берутся. Да, потому что это всегда попытка, это похоже на заикание, потому что человек не может собрать в голове эти дифтонги и соединить их в одно слово. И мне кажется, что это в таком смысле дало бы нам импульс к такой общеевропейской интеграции, что очень важно было бы и для этого нашего небольшого города, находящегося как раз на стыке многих государств. А с другой стороны, мне кажется, историческая справедливость острожествовала бы, как это во многих случаях и в разных других городах произошло. Но есть еще один немаловажный аргумент против. Дело в том, что название Даугавпилс связано с тем, что этот город стоит на реке Даугава. И Даугавпилс, если так понять, откуда, то это Даугава, и Пилс это город или замок, или что-то, что соединяется в одно. И оно было присвоено городу, когда Латвия получила независимость. То есть это название связано с обретением Латвии суверенитета. И поэтому оно, с такой точки зрения национальной истории и ценности, оно важно. Значимое, да. Оно значимое. И вот тут, как бы, пойми, как правильнее поступиться вот этим, как бы, важным фактом из национальной истории, вернуть историческое название или нет. Поэтому дискуссии были очень жесткими, действительно, вплоть до публикации в республиканской прессе, с разными обвинениями, провокациями в том числе. Сейчас это все поутихло, и, мне кажется, самое время возобновить. Теперь уже, вот когда эти страсти полеглись, еще раз это обсудить все за и против. Ну и, в общем, конечно, результат, я думаю, что, ну, мы узнаем в ближайшее самое там время. Либо из ваших уст вы окажетесь у нас в гостях, либо, конечно, будем следить за новостями. Коротенькая пауза, обязательно оставайтесь с нами, мы продолжим общаться с нашим гостем. Друзья, у нас Олег Шапошников сегодня в гостях, директор и художественный руководитель Долговпилского театра Латвии. Безумно быстро летит время. Еще очень много о чем хочется с вами, Олег, поговорить. Ну, вот в самое оставшееся короткое время хочу задать несколько буквально вопросов. Вот такой вопрос, скажите, пожалуйста, как происходят дела с зарплатой у актеров в театре? Есть ли отличия, например, не знаю, от российских театров или каких-то европейских? Должен сказать, что это смотря с чем сравнивать. Если с европейскими театрами, то, конечно, мы сильно отстаем. Если с российскими, я не владею статистикой официальной, но все-таки с коллегами мы общаемся, и понимаю, что тут мы опережаем многие театры, но не федерального уровня, как я теперь понимаю. Есть градация и в России с театрами. Тут мы тоже сильно отстаем. Там ребятам повезло гораздо больше. Но при этом, должен сказать, что я не мог бы пожаловаться на то, что финансирование театра настолько плохо, что актеры пытаются связи с концами. Ничуть не бывало. За это, конечно, мы очень благодарны Министерству культуры Латвии. И это касается не только нашего театра, но и всех театров в Латвии, которых на самом деле не так уж много, опять, если брать сравнение с Россией. Что касается нового сезона, он же начался уже. Да. Если можно вкратце, потому что вдруг кто-то из тех, кто нас смотрит и слушает, окажется в Латвии и с огромным удовольствием захочет оказаться в Долгопиловском театре. Мы будем только рады. Этот сезон, как и все предыдущие, богат на премьеры. Мы выпускаем фактически по одной премьере каждый месяц. И мы начали с латышской классики на латышском языке. Но вот сейчас, уже сразу после нашего возвращения из Москвы, в конце октября, мы выпустим премьеру «Гроза» по Островскому. И над спектаклем работает режиссер Алла Коровкина из Самары. Вот как интересно. Да. Так что это русская классика. И, наконец, ну не наконец, а следующая премьера в ноябре. Это тоже русская классика. Гоголь, ревизор, но переписанная на латгальский язык, переведенная и адаптированная к нашим реалиям. То есть как... Это будет очень интересно посмотреть тем, кто знает, на самом деле, пьесу на русском языке. Да, так что вот вы упоминали многоязычие. Вот как раз на латышском, на русском, на латгальском мы уже до конца года выпускаем. И у нас обязательно каждый год есть какие-то музыкальные спектакли. Так что репертуар очень богат. Если посмотреть на нашу афишу, в интернете очень легко это найти, то можно убедиться, что мы работаем для всех возрастных групп, для всех языковых групп. И, мне кажется, удовлетворяем практически все запросы населения. Да, друзья, ну а вот 12 октября в Театре имени Пушкина Олег Шапошников со своей труппой Долгопилского театра, конечно, будет удовлетворять, извините, уж так и будет, по потребности и удовольствия, наверное, зрителей театральных Москвы и гостей столицы. Хочу, чтобы нам сейчас включили фрагменты спектакля «Голый король» по мотивам сказок для взрослых Евгения Шварца и Вильгельма Гауфа. То мероприятие, которое, конечно, подчеркну и повторюсь, как мне кажется, обязательно посетить по возможности нужно. Тем более, что это за последние 10 лет первый приезд к нам труппы Долгопилского театра. У нас будут в эфире розыгрыши билетов на спектакль «Голый король», поэтому обязательно смотреть нас внимательно, читать социальные тексты. Олег, у нас есть с вами буквально 50 секунд. Я хочу, чтобы вы, пользуясь случаем, пригласили публику, который нас смотрит и слушает. Ну и что-то такое сказали, что они увидят. То, чего никогда нигде больше не увидят. Я хочу сказать, что вот я сейчас подумал, что когда-то, я рассказывал это в интервью сегодня, что когда-то я посмотрел спектакль Романа Виктюка и подумал, что, о, есть какой-то театр, которого я не знаю в хорошем смысле. В Москве прекрасные театры, и я не пытаюсь ни с кем конкурировать и сказать, что у нас лучше, чем у кого бы то ни было, в том числе и спектакль театра имени Пушкина, фантастический. Но я хочу сказать, уважаемые зрители и слушатели, если все-таки вдруг вы сомневаетесь, или, допустим, вы до сих пор не часто ходили в театр, вот я приглашаю вас именно на этот спектакль в театр имени Пушкина, на наш гастрольный показ «Голого короля». Приходите, и я уверяю, что вам откроется что-то новое, вы увидите что-то такое, чего не видели прежде, и вам обязательно понравится, если вы до сих пор не любили театр. Уверяю. А если вам не понравится, мы вернем деньги за билет. Вот эти слова дорогого стоят. Олег, спасибо вам большое. Я искренне вас благодарю за интервью сегодняшнее, за приход к нам. Я желаю процветания театру, успехов. Пусть все планы обязательно воплотятся. Новых вам театральных творческих побед, еще больше зрительской любви и интересных постановок. Ну а вам мы всегда рады и труппе Долгопилского театра в Москве, и лично вам в нашей студии. Спасибо большое. Спасибо большое. До новых встреч. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ».